Пишу, народ, нахуй, погнали нахуй! Дивизиона Б, потому что я при монтаже понял то, что, к сожалению, не удастся сделать две гонки в одном видео, потому что просто видео выйдет на минуту на 40, потому что весь хронометраж, который вы сейчас видите на своих экранах, это чисто хронометраж Б-дивизиона, потому что у нас здесь был настоящий экшен, зарубы за первые позиции и так далее, так что присаживайтесь поудобнее и мы будем начинать. Что же, квалификация у нас начинается с того, что я пропустил 5 минут по личным обстоятельствам, выехал, соответственно, и начинаю свой быстрый круг, в принципе, я ожидал то, что, ну, может быть, я поставлю какое-то хорошее время, где-нибудь в топ-5, может быть, окажусь по ходу первого круга, ну и потом, может быть, буду улучшать как-то время, потому что лучшее время в ВТТ у меня даже было там минуты 19,9, то есть, ну, достаточно среднее время, ну, даже, сказал бы, плохое, потому что можно и быстрее, но мои руки мне этого делать не позволяли. Что же, первый сектор, как можно было заметить по миникарте, был фиолетовым, но знаю нашу замечательную игру, может быть, он отмечен фиолетовым, но таковым и не является. Заканчиваю первый свой квалификационный круг, предпоследний поворот, выход на старт, финишную прямую после последнего поворота, ну, и что же, смотрим, какое у нас будет время, и время у нас минута 21, и это является в данный момент полпатичным, что для меня стало небольшим даже шоком. Чё? Не, ладно, сразу еще полквалификации впереди, но, блядь, я думал, что первый мой круг будет вообще где-то там, блядь, где-то там, блядь, пятым хотя бы. В общем, да, не ожидал я того, что я смогу поставить такой хороший круг, и даже с первой попытки, но надо было работать дальше, потому что, как я и сказал, это был лишь начало квалификации, грубо говоря. Вторая попытка у меня, к сожалению, завершилась достаточно быстро, ну, точнее, полпруга я проехал, даже начал немного улучшать во втором секторе, но по итогу слил на выходе, на обратную прямую, слишком широко я выехал. Ну, что ж, там, 3 минуты до конца сессии, принимаю решение пойти пытаться улучшить свое время, чтобы, так сказать, закрепиться на полпозиционе, вот, но те, кто смотрели, они знают, что произошло. Собственно, выезжаю из боксов, вижу, что по мини-карте едет Эфилимс на старт-чиничной прямой, потихоньку начинаю разгоняться, потому что нужно пропустить человека, если едет на быстром кругу, и также еще едут позади два Мерседеса. Вот, так говоря, уже сейчас я не знал еще тот момент, что они закончили свой быстрый круг, по крайней мере, один из Мерседеса, второй еще был на быстром круге, это был как раз проебак. Я решаю то, что надо пропустить, решаю оттормаживаться, и товарищ на Альфа Ромео, похоже, решил тоже пропустить позади идущих ребят, и он начал поздно оттормаживаться, хотя он видел то, что я начинаю оттормаживаться, я оттормаживаюсь еще вне траектории. В итоге он въезжает в меня, ломает от меня свое крыло, и потом мне специально, я уже просто даже понимаю, что он специально это сделал, ломает уже мне крыло. По итогу я не могу улучшить свое время, и остаюсь с тем, которое у меня было с первой попытки, и меня переключировали Сих и проебака. Что же, старт у нас на третьей позиции, с гоночной траекторией более-менее проходит, но FireGuy очень хорошо стартует с четвертого места, тут же меня обходит еще до поворота, я решаю то, что бороться не имеет смысла, и по итогу, если бы да, я боролся, я бы вылетел как FireGuy, только еще дальше. Но меня там немножко подвинул Гриден, но, в принципе, не особо как-то сильно сыграло. По итогу у Гриден уже проходит меня и FireGuy, и я уже катаюсь на пятую позицию, тут же уже и Эллипсис меня начинает атаковать, и уже у нас идет борьба в первом секторе за пятую позицию, и по итогу Эллипсис меня также проходит. И, мягко говоря, старт не удался. То есть, проиграл три позиции, так что теперь надо было это как-то наверстывать, а вот как, это уже другой вопрос. По итогу я три круга ездил за Эллипсисом, ждал момента для атаки, и уже на третьем круге я начал, в принципе, подъезжать к нему все ближе и ближе, и уже готовил место для атаки. В Австралии, благо, таких мест достаточно много, и мне надо было, самое главное, дождаться, пока он сделает, может быть, какую-то ошибку, на которую я смогу его подловить, и за счет нее, опять же, опередить. В третий круг, соответственно, у нас была возможность скрывать уже ДРС-крыло на обратной прямой особенности. Эллипсис к этому моменту уже выпал из ДРС-а Фаер Гая, что для меня было только лишь плюсом. Ну и выход на обратную прямую. Эллипсис выходит даже чуть медленнее, чем нужно, и я за счет ДРС-а и кнопки начинаю приближаться к нему очень быстро. И по внутренней территории я атакую, и бок о бок мы проходим с ним поворот, вставляем его место. Ну и что же, бок о бок мы продолжаем ехать, но он был чуть впереди, когда начиналась ритуальная машина безопасности, небольшой между нами был контакт, но благо, без происшествий. Ну и что же, по итогу я понимаю, что надо будет отложить свою атаку на Эллипсиса, но тут Эллипсис зачем-то сворачивает в боксы, я, конечно, не понял, для чего конкретно. На третьем кругу, и по итогу, да, я отыгрываю позицию обратно, для меня это был лишь плюс, то, что Эллипсис заехал в боксы. Ну и теперь самое главное, надо было догнать ребят впереди, именно Фаергайя, Гридона, Прибаку и Ситха. Что же у нас начинается рестарт в четвертом кругу, и я потихоньку начинаю настигать Фаергайя, даже немного ошибаюсь на выходе из поворота. Также позади меня был пилот на Альфа Тауэре очень близок, и мне надо было как-то скинуть его из ДРС-а. У меня по итогу это получается, я удержался за Фаергайем, и теперь моя задача как можно быстрее к нему приблизиться и попытаться его атаковать до своего пидстопа, который я планировал сделать как раз таки в конце восьмого круга. Ну и потихоньку начинаем мы догонять, к седьмому кругу я приближаюсь еще ближе к Фаергайю, он ошибается на проходении поворота. По итогу я отыгрываю сразу же четыре десяток с этого, и потихоньку-потихоньку пытаюсь влезть в ДРС-крыло, но в этот момент он уже был в ДРС-крыле Ситха, что по сути ему позволяло как бы напрямую отрываться от меня, и не давать мне возможности зайти в ДРС, но благо к восьмому кругу я все-таки догнал его уже, зашел в эту секунду, и теперь у меня была возможность открывать ДРС-крыло, плюс он упирался потихоньку уже в Ситха, соответственно он еще начинал терять на нем времени, и это позволяло мне приблизиться все ближе и ближе к этой паре пилотов. К этому моменту уже Ситха получил, кстати, свой первый штраф трехсекундный, и скажу сразу, что это будет не последний, дальше вы увидите даже сколько он нас собирает. Конечно, я думал сделать песок в конце восьмого круга, но понимаю то, что сейчас можно сделать лишний круг с ДРС-ом, я не потеряю ничего, потому что никто из лидеров не заехал, и соответственно мы едем дальше этой троицей, я жду лучшие атаки, фаергая на Ситха, чтобы они поравнялись, начали борьбу, чтобы они теряли кучу времени, я в этот момент приблизился и, может быть, пытался обойти их, но Ситха начинает обороняться, использовать ЕРС, судя по всему, по итогу фаергайя не приближается к Ситху, скорее всего уже фаер просто экономит ЕРС, на случай, если я буду его атаковать, ну и что же, мы продолжаем свой, так сказать, круг, достаточно близко мы идем с фаергайем друг к другу, три десятка между нами буквально, то есть буквально одна ошибка, и это может быть стоить позиции для фаергайя, либо же для меня в плане отрыва от него. Пытаюсь по максимально быстрому проходить повороты, опять же фаергайя ошибается в этой же повороте, думаю, где я буду атаковать, но я понимаю то, что сейчас атаковать бессмысленно, потому что уже начинается потихоньку волна пидстопов. Ну и да, по итогу еще выходя из красной связки поворотов, я ошибаюсь, по итогу меня еще это откидывает, я принимаю решение, что ладно, время заезжать в боксы, потому что не имеет смысла оставаться дальше, шины уже свое, так сказать, отработали. И будем мы, конечно же, переходить на хард, а вот ребята впереди, они будут пытаться тянуть до медиума. Чтобы дойти до медиума, надо проехать где-то 11-12 кругов на софте, тогда можно было бы перейти спокойно на медиум и закончить гонку на нем же. Заехал также еще и проебака, мы выезжаем с ним, он более-менее выезжает близко к трафику, так же там начинается уже борьба в этом трафике, ну и да, для меня это очень плохо, потому что рано или поздно я догоню этот трафик, и мне придется, так же, как и проебаки, всех обходить. Что же, проебака обошел Иллиона, я пытаюсь приблизиться уже теперь к Иллиону, благо он уже вышел из красных поворотов, я приблизился уже, нахожусь к крыле ДРСа, так же они едут все на медиуме, соответственно, медиум уже к этому моменту должен был достаточно сильно подноситься, вот, наверное, процентов 40 минимум в медиуме быть, и, соответственно, у меня сейчас есть небольшое преимущество по резине, старт-финишная прямая, пытаюсь сразу же обойти Иллиона, чтобы не терять времени за ним. Тут же я вижу, выезжает Исидхи и Фаергай, я их обхожу, так сказать, андеркатом, но ошибаюсь в первом повороте, за счет чего Иллион перекрещивает траекторию и возвращает позицию обратно, что для меня было, на самом деле, очень и очень плохо, поскольку теперь мне придется снова как-то проходить Иллиона, и я это делаю на обратной прямой, проебака также застрял за впереди идущим Ньютой, ну и что же, я поздно очень даже достаточно тормаживаюсь, но благо прохожу все-таки Иллиона и не врезаюсь в проебаку, и теперь самое главное, это было нам как можно быстрее с проебака пройти Ньюту, поскольку позади нас идут два пилота на Мидиуме, которые нас, если мы не поторопимся, просто-напросто сожрут. Ну и что же, старт финишная прямая, у Ньюту нет ДРСа, за счет этого проебака начинает приближаться к Ньюте, и сразу же начинает атаковать на торможении в первом повороте, бок о бок они его проходят, из-за этого Ньюта даже ошибается, его сносят чуть шире, и я этим пользуюсь, тут же прохожу Ньюту, потому что мне нельзя терять за ним времени. И на торможении, конечно, Ньюту попытался как-то контратаковать, но у него это не получилось, проебака еще это ошибается на торможении, за счет чего я как бы приближаюсь к нему. Следующей на очереди у нас был Мерседес, соответственно, напарник проебаки, вот, и с этим Мерседесом вы увидите один интересный момент чуть позже. Что же, в этот момент у нас был отрыв от Фаергая, чуть больше секунды, я понимал то, что надо сейчас пройти этот Мерс как можно быстрее, он пропускает проебаку, только они тиммейты, я пытаюсь тут же этим воспользоваться, но, блин, ошибаюсь, и очень рано начинаю тормозить, из-за чего Юрасус мне перекрывает траекторию, даже немного меня завозит, ну, не оставляет, по сути, места немного, и по итогу я начинаю ехать просто за Юрасусом, пытаюсь найти момент для атаки в конце первого сектора, как-то ныряю так, глупо на самом деле, благо я не повредил себе переднее антикрыло, хотя при нормальных обстоятельствах я их должен был сломать как раз-таки. Путь прибежит ко мне Фаергай, он немного даже подлагивает, причем именно Фаергай лагал, а не я. Ну и да, Фаергай я пропускаю, Ситх не решил с меня проходить, но и для меня наступает не очень хороший момент, потому что оба пилота рядом со мной едут на медиуме, и у нас был темп, ну, если на софте был более-менее одинаковый, то сейчас у них, естественно, есть преимущество, плюс я ловлю трехсекундный штраф, потому что слишком рано начинаю поворачивать в правый скоростной поворот. Что же после этого я сказал, то что ладно, гонку мы продолжаем, в любом случае позади меня Ситхи не имеют штрафы, может быть тот из лидеров тоже получит штрафы. Тем временем у нас еще и Маклард ошибся на прохождении второго вроде уже поворота, его развернуло, из-за этого он также к нам присоединяется, и теперь у нас начинается прям такая жесткая заруба за, по сути, для меня это за третье место с фаергайем, для ребят, которые идут впереди, они борются за, я не знаю, какую позицию, потому что они еще заедут в боксы, и на самом деле Юрасу сделают очень глупую ошибку, он пытается с нами бороться, то есть он пытается с ним пустить, несмотря на то, что уже проребак отъехал от нас на секунду 3, он все равно сопротивляется, и на этом даже теряет больше времени, чем он мог приобрести, по отношению к тому, то что он мог бы сделать, он просто мог нас пропустить, и пытаться держаться в дрессе с нами, я попускаю тебя в момент на Ситха, и начинается момент Х, и минус фаергай, причем банально это, это что, блядь, было, фаергайем, и по итогу у нас машина безопасности, и в принципе я понимаю решение, то что надо езжать в боксы, в боксы и ставить себе софт, то есть я понимал то, что у нас машина будет безопаснее, где-то круга 3, идти поэтому в принципе софта мне хватит до конца точно, потому что все-таки будут легкие баки, у нас меньше веса болиды, поэтому чуть меньше будет износ, по отношению к старту, каким он был, на конце восемнадцатого круга у нас, будет заканчиваться уже машиной безопасности, соответственно, у меня надо было проехать, на софте 11 кругов в гоночном режиме, плюс я немножко все-таки потратил резину под сейфти каром, тут от этого, к сожалению, никуда не уйти, передо мной также Макларен пришел на софт, но он стартовал на медиуме, и у него, как таковых вариантов было немного, либо перейти на хард, но уже было больше половины дистанции, ну пройдено, либо же перейти на софт, ну и все-таки на софт перейти, это был более-менее правильный вариант, дается у нас рестарт в конце восемнадцатого круга, я тут же начинаю набирать скорость, но решил все-таки оттормозиться, не получая штрафа, хотя мог пытаться, конечно же, атаковать этот старт с внешней прямой, но это было бы, так сказать, неправильно, теперь моя задача была следующим, то, что мне надо было как можно быстрее обойти впереди Макларен, потому что он ехал, потому что ко мне медленно, и тут еще Гридона разворачивает, после второго поворота, по итогу у нас лидер, тут же меняется на Ситха, я прохожу с очередь же Макларен, но, к сожалению, на торможении догоняю проебаку в бок, благо я его не разворачиваю и не ломаю себе переднее антикрыло, из-за чего Макларен меня снова проходит обратно, и мне все надо теперь по новой начинать, но впереди у нас остается лишь два реальных лидера, это проебака и Ситха, потому что два пилота на Макларене и Альфа-Ромео, в принципе, по темпу они не могли за нами угнаться, то есть это было просто, когда мы их сможем опередить, тут я просто ныряю, потому что мне надо как можно быстрее пройти этот чертов Макларен, я его прохожу на депутатскую кругу, ничего не ломаю, и теперь мне надо угнаться за проебакой, который идет в тот момент на медиуме шел, и также Ситха был в лидерах на медиуме, соответственно, у меня было несколько кругов, когда у меня резина очень хорошо работала, конечно, на выходе да, меня чуть подснесло, но благо это не было так критично, ну и что же, на 20-м кругу я уже приблизился к проебаке, потому что он срял за интерпретатором, и мне надо было как-то пройти проебаку, потом пройти интерпретатора, чтобы проебак еще остался за ним, и какое-то время терял за, опять же Альфа Ромео, приближаюсь очень близко к нему, пытаюсь где-то найти возможность для атаки, но в третьем технике ее нету, старт-финишная прямая у нас еще не доступен, ДРС, что мне как бы и на руку, потому что у проебаки его тоже нету, и, соответственно, интерпретатор может спокойно защитить свою вторую позицию от проебаки, проебака начинает защищать свою третью позицию по внутренней траектории, он ошибается, выезжает очень, так сказать, срезая даже первый поворот, за чему дают одно предупреждение, и он чуть хуже выходит с второго поворота, я же начинаю сразу же его атаковать на второй прямой, и чуть поздним торможением все-таки прохожу его, и теперь самое главное, мне надо было обойти интерпретатора, и оставить проебаку за как раз таки интерпретатором, чтобы какое-то время проебака оставался за интерпретатором, чтобы я мог отъехать на 3 секунды от проебаки, ну и что же, у нас 21 круг, наконец-то на доступен ДРС, крыло, я тут же начинаю атаку на интерпретатор, он пытается защититься, он использует кнопку, для меня, в принципе, это плюс, потому что может остаться как раз таки между мной и проебакой, первый поворот, без проблем прохожу его, и тут же проебака проходит у интерпретатора, и я, честно, это, конечно, не увидел, но по итогу же проебак начинает эту же атаку и на меня тут же, и бок о бок мы проходим третий поворот, я еще причем удивился, увидев Мерседес именно, а не Альфа Ромео, ну и бок о бок четвертый поворот, дальше, конечно же, у проебаки было преимущество, и, так сказать, я отпускаю, в надежде на то, что я смогу пройти дальше, но теперь посмотрим, как это было со стороны проебаки, как он прошел интерпретатора, имея разрыв между нами в 0,3 секунды, все просто, дайвбомбинг, вот как-то так, конечно, не скажу то, что это какой-то красивый маневр, потому что, ну, банально это вот просто дайвбомб был, но по итогу проебака прошел, не прерывал время за интерпретатором, и еще меня смог пройти на этом, также еще позади мы видим, в зеркалах заднего вида борьбы было между эллипсисом и интерпретатором, и по итогу, я с проебакой, теперь будем бороться за первую позицию, поскольку Ситх уже к этому моменту имел 9 секунд, да, отрыв был в 5 секунд, плюс наши еще 3 секунды, то есть между нами, грубо говоря, 3, ну, секунды была, вот, я пытаюсь найти возможности для атаки на проебаку, ловлю первое предупреждение для еще 3 секунд, вот, потому что начинаю как-то агрессивно пользуясь резиной, тут я ловлю еще одно предупреждение, хотя меня вынесло, и я не знаю, за что конкретно мне там могли дать предупреждение, потому что меня просто вынесло туда, и я не пытался там очень быстро как-то пройти, но, к сожалению, игра считает по-своему, ну, и по итогу, я начинаю просто ехать за проебакой, к 25-му кругу, моя резина начинала уже потихоньку сдавать, соответственно, медиум уже начинал работать чутка лучше, чем мой софт, и я начинаю просто ехать банально за проебакой, Ситх уже 12 секунд получил, плюс мы начинаем потихоньку нагонять, между нами уже 3 секунды, соответственно, Ситх уже не светит точно, никакое первое место, тем более, ну, даже, скорее всего, уже и третье, что же, проебака в конце 26-го круга ловит еще один 3-секундный штраф, и по итогу, теперь все, что мне нужно было до конца гонки, это остаться позади за проебакой, не отпустить его как можно далеко, и буквально не получить последнее предупреждение, которое я, из-за которого я тоже могу получить 3-секундный штраф, и я, блять, ловлю его за 3, ну, даже 2 круга до конца гонки, и все, борьба как бы вновь возобновляется, но я ничего уже не могу сделать, у меня резина, по сути, кончилась к этому моменту, и также мы еще догнали Ситха, соответственно, проебака, начал получать дресс от Ситха, конечно, я надеялся на то, что может быть, проебака, как-то упрется в Ситха, и начнет с ним борьбу, но, будем честны, это крайне глупая затея, бороться с тем, с кем-то, может не бороться и пройти его, потому что между нами разница в 6 секунд штрафов, и, соответственно, ну, надежда, конечно, умирает последней, я надеялся, что может быть, они совершат эту ошибку, и один другого вынесет, но, к сожалению, как мы можем заметить, проебака держит небольшое расстояние до Ситха, имеет, наверное, небольшой запас по ЕРС, я же, в свою очередь, уже батарейку почти всю истратил, потому что пытался приблизиться к проебаке, на последних кругах у меня уже просто не хватало темпа удержаться за ним, позади также еще там, мы уже оторвались от ребят на 5 секунд, ну, и последняя, так сказать, обратная прямая, я приближаюсь к проебаке, но, совершаю небольшую ошибку на выходе, что мне может быть, стоит немного времени, но я не думаю, что это прям сильно что-то поменяло, ну, и что же, последний третий сектор, здесь уже для обгона места особо нету, плюс между мной проебак полсекунды, и да, к сожалению, к сожалению, это лишь вторая финишная позиция, ну, но будем честны, что это была хорошая композиция, поскольку начинал я второе место очень и очень плохо. Блин, честно, я мог выиграть гонку, я увидел то, что у проебаки было 3 секунды, ну, типа 6 секунд штрафа он получал, вот, и, я уже понимал, блядь, все, не надо, блядь, терпушить, просто даете аккуратно, пытайся, блядь, не получить последний ворнинг, для того, что мне 6 секунд накинули, блядь, сука, за два круга до финиша я его получаю, я понимаю, блядь, теперь только если, блядь, он еще 3 секунды получит каким-то образом, блядь, как-то так прошел дивизион Б у нас на этой неделе, что же, ребят, пишите в комментариях, понравилось ли вам данный формат этого видео, пытался его немного разнообразить, так сказать, кстати, да, если вы вдруг смотрите прямо сейчас, прямо в дату, когда вышло это видео 18 числа, 18 декабря, то прямо сейчас в 8 часов будет структуровать уже следующая гонка Б дивизионов в ПКТ Лиге, это Англия, так что, ребята, обязательно приходите на стрим, вы, в принципе, приходите на стримы, который проводится каждую пятницу нынче, но и иногда будут каждую субботу, что же, если вы хотите, ребят, поддержать кнопку, банально, для этого нужно поставить лайк к этому видео и подписаться на канал, ну а для более счетов есть ссылка в описании, также, ребят, не забывайте про новогодний розыгрыш, на этом все, всем пока, и увидимся.